Что касается вызовов связанных с Украиной, их, конечно, немало. Украина, государство, достаточно ключевое для своего региона, достаточно серьезное. И от того, что происходит в Украине, это прямо сейчас уже влияет на Армению. Во-первых, в Украине живут армяне, даже по официальным данным их больше 100 тысяч, а по неофициальному их числу доходит до 300. Это имеется в виду как граждане Украины, этнические армяне, так и граждане Армении, которые по каким-то причинам там проживают. Уже есть погибшие в украинском конфликте этнические армяне и с той и с другой стороны конфликт. Есть, как известно, есть люди, которые поддерживают однозначно киевское правительство, один из министров, армянин по национальности. И есть целые армянские общины в Крыму, например, которые встали на другую сторону в этом конфликте. Кроме того, Украина важна в транспортном смысле для Южного Кавказа, для Армении в частности у нас немалый, приличный достаточно торговый обмен. И Украина, кроме того, влияет на все вокруг, на руле места России, в странах СНГ, на то, каким образом Россия реагирует на то, что происходит внутри, так называемого постсоветского пространства. На то, что Россия теперь страна не традиционалистская, а ревизионистская в смысле границ, это влияет на то, что происходит у нас на Южном Кавказе и так далее. То есть это все серьезно. Украина будет, ну если не черной дырой, то такой генерирующей нестабильность территорий, с одной стороны, в общем, на границе с Европой, постсоветского пространства, с другой стороны, на прямом соседстве с нами. Напомню, что многие грузы из России на Южный Кавказ шли через Украину, через Завичевск. Этот вызов с нами останется, надо настраиваться надолго и разговаривать разговоры про то, что сейчас кто-то там примет мудрое решение и все будет хорошо. Я бы не стал.